Привет! С вами Тору, вы на канале Ниссанрайз, и мы продолжаем гонять ларку по острову. Остров, как казалось, не особо к нам дружелюбный, особенно учитывая то, что за лару играю я, ей, видимо, не везет вдвойне. Ярослав, привет! Ну как, болею и настроение соответствующее. Ну, надеюсь, в ларке у нас что-нибудь сегодня будет получаться, и я все же сменил костюм ей на более теплый. Что-то мне ее стало откровенно жалко, ее постоянно продувает. Здесь холодно на этом острове, поэтому пускай побегает в чем-то более теплом, и мне бы вспомнить, где была гробница. Я забыл, где была гробница. Она же определенно где-то была. Как нам попасть к той гробнице, которую я находил? Потому что на карте, насколько я помню, она, ну, ни хрена не отметилась. Так, теперь нам надо что-то думать. Теперь нам надо как-то пробираться к той гробнице, но это явно не тот путь. Хотя, знаете, может быть и... Нет, определенно это путь не тот. Там был водопад. Там был определенно водопад. Хам. Да, Зуркейн, именно так. У тебя чуйка на стримы, и это хорошо. В общем, где-то был... Опа. А вот это мы удачно пришли. Как я ее нашел? Ладно. Ну, три из пятнадцати тайников мы нашли, но этот тайник я нашел чисто случайно. Хам. Я по-прежнему не могу что-то в дуб... Ага. Я по-прежнему не особо догоняю где... А, может быть где-то там у нас находится... Там находится та самая гробница, но она находилась где-то возле логова волков. Сейчас попробуем это дело найти. Так, логово волков есть. Водопад есть. Вон, да, все. Мы нашли гробницу. Да, тайная гробница рядом. Вот когда у нас появился ледоруб, нам эта... Гробница уже должна была... Да, она отметилась. Значит, мы можем туда забраться, мы можем получить награду какую-то. Может быть. А все же это японцы... Могут и кидануть. Я никак не могу добраться до просмотра второго фильма о Ларри Крофт. Потому что, потому что, потому что, потому что что-то как-то в восемнадцатого года фильм мне зашел куда больше. И здесь темно, как у... Блин, нужно же толерантным быть, да, общество. Двадцать первый век, как-никак. В общем, очень-очень-очень здесь темно. Нихренашечки не видно. Инстинкт... О, инстинкт выживания. Хоть работает здесь нормально. И с ним хоть что-то да видно. Рафталия на горячих источниках? Я что, серию пропустил? Одну героя из щита? Ты... Ой... Так, ладно. В общем, пора тогда стрим, что ли, заканчивать на этом. И пора смотреть на Рафталии. Я не помню, чтобы... В Ранабе было... Было хоть какое-то упоминание о Рафталии на горячих источниках. Хотя, возможно, было. Но если бы было... Я бы, наверное, это запомнил. Гробница презренного и новые лагеря. Но у нас ничего нету. Ни очков навыков нету. Никакого улучшения для снарядов. Хотя... Так, ну это есть. Да, никаких улучшений у нас... За наши 100 запчастей нам предложить не могут. Ну ладно. Нам же и так пока неплохо живется-то. Так, притащились мы отсюда. Во, гробница это то место, где я буду тупить тупо по КД. Потому что могу. Потому что... Золоченые фигуры. Двор императрицы. Кто-то же... Вот это золоченые фигуры. Ну, они как-то слишком большие. Я думаю, Лара их утащить не сможет. Хотя хотелось бы. Золоченые фигуры. Так, 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 так. Давайте думать. Оттуда огонь мы не притащим. Я вижу здесь штуки, которые определенно нужно сжечь. Потому что они обмотаны в ткань, которая хорошо горит. Там огонь мы не принесем. Огонь есть только вон там. Значит, нам нужно прыгнуть туда. Забрать огонь. Принести его на эту платформу. Поджечь эти штуки и посмотреть, что будет дальше. Давайте попробуем заскочить туда. Успеем? Да, успеем. Как я мог пропустить новую серию щита-то? Я ж... Уж зачем-зачем? А за щитом я точно слежу. Сколько дошиков? Да уж, да уж, да уж. Если бы Лара знала, сколько дошиков можно купить на одну такую статую. Думаю, она бы потащила. Она бы потащила эту статую. И ничего бы ее не остановило. Во, во, во. Ага. А мы по-прежнему туда не можем, да, заскочить? Ну-ка. Нам немножко-немножко не хватает высоты, так? А, а чтобы хватило высоты, нам нужно что-то сделать с этим. Ну, на острове нету. Ну, можно ведь ее загрузить на какую-нибудь лодку, что ли. Ярослав, ты адекватный вообще человек? Как ты можешь вообще говорить так? Как можно выбирать, когда есть две? Зачем? Зачем выбирать? Зачем что-то выбирать, когда есть и Фира, и Рафталия? И почему они поклоняются? Почему у них постоянно рядом со свечами стоят черепушки? Да и на коле тоже черепушки насажено. Это как минимум странно. Что не гробница, то куча костей. Возможно, это возвели в честь ее жриц. Невероятно. И наложили кучу костей и кучу черепов. Азуркейн. Это не сезонная вайфу, если что. Потому что я уже как, года два, наверное, Рафталию считаю вайфу. Вайфу, потому что, потому что она мне понравилась с тех пор, Как я только о ней прочитал. И да, в книге она более милая, чем в аниме. Так что... Раньше было лучше. И трава раньше была зеленее. Плюхи! Гробница расхищена. Ага. А что мы нашли-то? Горная деревня. Найдена карта артефактов, координаты секретов. Во, что мы нашли-то. Посмотрите-ка, что мы нашли. Артефакт. Во, все. Мы отсюда, короче, не уходим. Мы нашли карту. Мы нашли карту, на которой отмечены места, которые нам надо бы посетить. Мы нашли карту с артефактами. Хорошо, тогда в этой гробнице был смысл. Определенно. А, в смысле? В смысле все остальное взять? А, что здесь было? Возможно. Так, хорошо. Пойдем тогда защищать эту локацию до конца. Так, стоп, стоп, стоп. Это что было? Это не статуя была, которую поджечь нужно. Что же здесь было? Не возле костра. А, да, хотя возле костра я пробегал. Ну, статую одну можно было постараться и утащить отсюда. Может, все-таки факел. Да, наверное, все-таки факел. Ну, в этом костюме Ларки-то должно быть потеплее. Надеюсь, хотя бы чуточку. Так. О, что-то она застревать начала. Как только речь зашла о дошках, она начала застревать между камнями. Причем на таком хорошем расстоянии. Да все, Лара, не боись. Волков тут нету и мы тут все зачистили. Так, ну, карта обновлена. Это мы видели. Меня интересует, как бы, как бы, как бы можно это выделить? Как-то. О, можно выделить. Отлично. И теперь это должно подсвечиваться в инстинкте выживания. Если это так работает. А, хорошо. Не смерть. Ну что, вот мы уже 15 минут стримим. А, 10 минут, 10 минут. И Лара у нас пока жива. Пока все не так уж и плохо. Так, 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 так. Здесь какой-то подъем. Вот, а если бы не карта, если бы не зачистка той гробницы, я бы сюда точно не поперся. Потому что мне было бы лень. Ага, вон там, плюха. Ну да, мы на правильном пути, мы рядышком. Ну, а зачем ей косплеить, когда она его, по сути, может быть, какая-нибудь прабабушка? Ну, скоро начнет, скоро начнет. Сейчас мы. Сейчас, как только начнется стелс, повторится судьба Артема. Да, 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 идите внутрь. Там просто на втором этаже моя плюха лежит. Дейзи, привет. Да, мысль отличная. Только вот что-то их там... Ага, этих там двое, этот там один. Ну, твою мать, ну стелс же, господи, зачем ты меня спалил, тварь? О, не-не-не, с луком против... Против этого дела мы точно не... А можно целиться как-то более адекватно? Блять, Лара, что ты делаешь? Все, ну, стелс удал... Ага, сейчас будет свалиться еще. Стелс был обречен просто на провал с самого начала. Отлично, отлично, мы даже смогли, мы даже справились. А, здоровье, да, пока без особых изменений. Так, стоп, и у тебя лута никакого с собой нету, бесполезные враги. Ну, стелс провалился, но мы хотя бы выжили, так что... Не, ну а че, я ж мог вполне через окно туда пройти и не поднимать шум. Но че-то пошло не так. Блин, по-прежнему мучает кашель. Надеюсь, не помешает это дело хотя бы немного сегодня постримить. И где моя плюха? Моя плюха наверху. Ну, я надеюсь, оно все того стоило. Нет, Азургейн, тут стелс важен. Когда ты играешь на стремном геймпаде со стремной чувствительностью стиков, здесь стелс очень важен. Прям очень, прям жизненно важен стелс. Ну, типа ларку опять тогда начнут насаживать на стрелы, на все что угодно. А вот ступка с пистиком. Возможно, для растирания лечебных трав. А возможно, нет для совсем лечебных, да, и не совсем тех трав. Ну-ка. Ну где? Ну рядышком. Я же вот чувствую... Какие остались осколки костей. Надеюсь, животных. Ну вот, я говорил же. Я же говорил. Маечка-то лучше, но в маечке холодно. Маечка не особо. Аликс, да не, не во все. Вот, допустим, в метроху я играю на клавомыши. В шутеры на клавомыши играю. Я потому сейчас метро и не прохожу, что мне просто за клавомышью сидеть в таком состоянии не особо прикольно. А я с геймпадом развалился в кресле и отдыхаю. Ну, или пытаюсь отдыхать, когда мы с Ларой не умираем. Не, ну в игры от третьего лица, как бы, не знаю, есть там заповедь такая или нету, играть на геймпаде, но мне кажется, должна быть. Так, артефакт нашли. Где-то здесь у нас должен быть припрятан документ, да? О, а вот же он. Окей. Интересно, а Лара не Артем же? Твою мать, Лара, да нет, не так. Стой, давай, Лара, мы прыгнем с тобой. Ты же умеешь прыгать? Ты же не Артем, правильно? Отлично. Да, Лара не Артем. Лара с такой высоты не разбивается. Вот в метро трудно будет после этого играть, когда ты прыгал с такой высоты и тебе было норм, и там, когда ты с двухметровой высоты падаешь и разбиваешься. Не, не совсем простудился. Гриб. То есть, ни насморка, ничего нету, но постоянно высокая температура, и вот, не, судя по ощущениям, сейчас тоже. Не знаю, выпил таблетки, должно помочь. Я не поглядывать острова. И сейчас нет, если вы не знаете, что ты вырос, что ты вновь. Возможно, поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления, культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней. Но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Ага, китайский посол все-таки пытается что-то о ней разузнать. Окей. Посмотрим, чем вся эта история закончится. Так, но это же еще не все, да? А, ну, стоп, в смысле? Или так у нас отмечается документ найденный? Да, видимо, это найденный документ. Так, 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 что же мы еще? Так, там что-то закрыто. Этот документ найден. Но мы тут провтыкали артефакт. Как это возможно было сделать, я не знаю. И здесь мы его провтыкали. Но ближе всего у нас находится... Ага, нет, стоп, это наверх. Это туда, куда нам нужно... Да, по заданию. Значит, туда нам еще рановато идти. Мы еще не обыскали все вот в этом районе. Допустим, артефакт мы провтыкали где-то там. Сейчас пойдем забирать это дело. Так, главное по пути не убить Лару. Вот это уже проблема. А, все персоны-эксклюзивы. В смысле? На ПК персон я уж точно не припомню. Дариан, привет. Персон на ПК? Да, это что-то новое. Да и переводы персон как бы не подъезжают. И играть в РПГ с таким количеством текста, Эм... Нет, пожалуй, откажусь. Так, не заблудиться бы. Ага, вон, вон как удачно подсвечивается. Сейчас все. Сейчас все будет. Если Лара по пути не умрет, то это уже можно считать каким-то подвигом. Так, ну в смысле? Я же там... Как? Как я мог провтыкать? Так, на первом этаже где-то, да? Да, на первом этаже. Стоп, а как туда попасть на первый этаж? Это, да, отлично, кстати. Да и мне и фильм 18-го года, если честно, понравился больше, чем фильмы с Анжелиной Джоли. Возможно, это странно, но что-то как-то... Вот да. Я просто не из тех олдфагов, которые в детстве играли в ларку с треугольной грудью, поэтому я воспринимаю вот это вполне себе адекватно. Да, возможно, те, кто играл в предыдущей части, у них там начинается какое-то горение по поводу того, что, а, здесь проще, здесь проще, там проще, загадки не те и то, не то. У меня такого нету. Я не ностальгирую по прошлым частям. Я воспринимаю это вот как полноценную игру, до которой ничего не было. По крайней мере, я ни во что другое не играл. А это не фляга ли? А, серебряная фляга. Да. Фляга с насечками. Или это количество выпитых фляг, не знаю, пока сложно судить, что это. Так, и куда нам нужно тащиться дальше? Просто мы очень много, я смотрю, провтыкали всего. Артефакты там закрыты почему-то. Почему-то по какой-то причине там у нас замочек висит. Сейчас глянем, с чем это связано. Возможно, у нас просто... Просто, возможно, у нас нету какого-нибудь... Снаряжения, чтобы туда попасть. Или... Ну-ка, в смысле, как это работает? Под нами где-то, да? Ладно. Ага, вот оно. А, ну да, все, правильно. У нас нету снаряжения. Да-да-да, мы не можем открыть эту дверь просто. Так, значит, сейчас тогда... Мы не будем обращать внимание на артефакты с замочками. Да, там он еще один. Ну и здесь, значит... А, нет, нет, нет. Все-таки не все мы собрали. Последний остался. Да, все. Сейчас идем за последним артефактом. И потом уже двинемся по сюжету дальше. Да, фляга проржавела. Причем серебряная фляга проржавела. Ну, возможно, возможно, это норма. Не, что-то мне этот костюм нравится побольше. А, в смысле, стоп. Ага. У меня есть подозрение, что я туда попасть не могу. Или могу, но не сюдой. А если не сюдой, тогда кудой? Так, что-то мне это уже не нравится. Давайте-ка мы сделаем по-другому. Давайте-ка мы... Ага. А быстрые перемещения у нас доступны только из лагеря. Верно? А, так, 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 так. Хорошо. А, нет. Стоп, 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 стоп. Оно же где-то... Ну, вот же оно. Ну, наверху же. Ну, вон, вон, вон. Так, как бы нам туда так залезть беспалевно? По пути бы еще не умереть. Раз туда положили плюху, значит, там должен быть по-любому подъем. Так? Все бы ничего, осталось его просто найти. Ага. Вон, 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 вон. Вижу эту хрень с нитками. А, во, все. Похоже, я нашел подъем туда. Или нет. Попробуем по крышам сейчас пробежать. Может быть, чего-нибудь получится. Эм, сомнительно. На самом деле, очень сомнительно, что у нас получится по крышам туда забраться. Ну, вот, допустим... А, нет, нет, нет. Хотя, отсюда я могу прыгнуть туда. Отсюда на крышу. Сейчас будем смотреть. Ну, и... Где? И где что? Ну, и типа все, вот и приехали. А дальше отсюда уже туда пути наверх нету. Эни, привет. Ой, все. У меня, короче, это... Ну, что происходит? Я пытаюсь плюху забрать, а плюха от меня спрятана. И что-то как-то... Мне это дело не особо нравится. А вот все... А, нет, не минус лара. Хорошо, это же не Артем. Это же не Артем, да? Не, короче, этот артефакт мы пока... На флаг прыгнуть. Ну, что-то оно до флага-то не особо допрыгивает. Ну, сейчас проверим. Эни, не люблю я ругаться, но... Еда. Ты знаешь, что такое еда, да? Так, ну, попробуем прыгнуть на флаг. Не факт, что мы долет... А, нет, ну, можем долететь. Если постараться долететь, то мы долетим, конечно. А, вот до... Ой, все, вот так вот мы можем долететь. А, ну, блин. Нет, стоп. Даже если мы долетим вот так вот до флага, да, то мы же все равно просто пролетим вперед. Вот так, да? А здесь уже все. Не, похоже, мне нужно что-то другое. Ладно, пока эту штуку оставим в покое. Не будем ее дальше мучить. Не, перед стримом я не ел, потому что ни желания, ни аппетита, ничего нет. Поедем тогда тихо, споко... Да, вон же он отмечен с замочком. Пф, зачем я сразу туда полез? В общем, все, пойдем тогда по сюжету. По сюжету, по-моему, нам нужно к самолету потом подняться с помощью ледоруба повыше. Так, ну, вроде бы, да, вроде бы нам куда-то вон туда наверх нужно тащиться. Так, стоп, а это здесь зачем? Куда мы можем вылезть? А, наверх, ага. Да, не хватает у меня штуки для лука. Ничего, раздобудем, вернемся. Так, 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 хорошо. Здесь главное вспомнить... А, не, ну тут вспоминать-то нечего, вон куда нам нужно. Здесь уж точно не заблудимся. Ну, а пока, по большей части, все плюхи, которые мы могли собрать, мы собрали. Ну, кроме одной. Единственной. Тут страшных штук? Не, не, не. Откуда страшные штуки? Эй, нет, это ж не метро, ты что? Да, здесь подсвечивается путь, мне это тоже нравится. Еще мне очень нравится то, что здесь нету долгого периода бездействия. Вот, вот, вот. Давайте сравним это с новым метро. Когда ты играешь в предыдущие две части, где на каждом шагу у тебя просто экшон, что-то происходит, что-то творится. Вот, вот, уже на данный момент, когда я в метро поиграл, ну, сколько я, ну, меньше половины, наверное, прошел. И вот сейчас у меня такое двоякое ощущение, когда вроде бы открытый мир, оно и хорошо, а с другой стороны, приходится слишком много бесцельно бегать, и событий в это время происходит мало. И это просто непривычно после первых двух частей, где все было построено на экшене, где куда бы ты ни пошел, куда бы тебя по сюжету ни повели, там постоянно, постоянно происходило что-то интересное. А в исходе с этим уже немножко проблемы. А, кстати, да, 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 да. И вот, 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 огонь у нас вон там. Но, блин. Я отсюда, туда не долечу же. Так, стоп, куда, откуда и куда? Вообще, я хотел бы полететь вон туда. А, нет, не лучший выбор. Я хочу зажечь, зажечь, зажечь ту статую, потому что для чего-то их зажигать нужно. А, в смысле, для чего-то. За это мы получаем опыт. Опыт эта штука хорошая. За опыт мы получаем навыки. Так что, да, статую ту зажечь нужно попытаться как-то. Так, стоп, где там... А, вот подъем. Ну, божь ты мой. Так, на этот подъем оттуда не залезть. Ну, паркур это явно мое. Такое же мое, как и стелс на самом-то деле. Паркур и стелс это то, ради чего я, видимо, был рожден. Мы здесь уже успели постелсить вполне себе удачно, да. Во, так, стоп. Неспроста здесь огонь. Мы даже сможем эту плюшку сжечь. И если все пойдет удачно, то сможем даже ту статую поджечь. 482 запчасти? Откуда? Эй, серьезно? У меня же только что их было сотня. И я не мог ничего улучшить. А, ааа. Ааа. А, я же в гробницу-то лазил. А не зря я в гробницу, между прочим, лазил. И нам бы как-нибудь не по стенам. Нам бы как-нибудь вот так вот перепрыгнуть. Чтобы наш факелочек не потух. Во, отлично. Давайте опыт. Ммм, 10 опыта. Ну, да я помню прекрасно Фейри Фенсер, да. Там был сложен не финальный босс. А там, блин, был сложен паркур. Там было проблемно просто до него допрыгать. Все, вот вся сложность. Сам босс... Ааа, нет, стоп. Я же помню, что я туда пытался допрыгнуть. Я чуть не допрыгнул. А чего я не допрыгнул? Ага, оттуда надо бы прыгнуть. Понял. Так, тайник блеснул. Слева на крыша. Так, стоп. Ну, до крыши мы сейчас тогда доберемся. Крыша это не проблема. Опа. Так, 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 так. Стоп, стоп, стоп. Сейчас мы пойдем смотреть, что там есть. Боже, я смотрю, как Лара прыгает. И что-то мне ее жалко становится. Так, здесь мы залутались. А как нам залезть на крышу-то? Ага, вот с этим уже у нас проблемки. А ящик здесь? Ага, ящик здесь неспроста... Ой, неспроста здесь ящик-то стоял. Ам, что это? Разоритель гнезд? Чего? Ну, мы, короче, получили опыт. Ну, с другой стороны... А где с другой стороны крыша? Ага, вон крыша. Может быть там? И... И... И вон там что-то есть. Так, я сейчас, короче, походу отсюда не уйду. А, причем никогда не... А, Лара, стой, 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 стой. А как нам упасть туда и не разбиться? Ну, нам прыгать на ту крышу нужно вон оттуда. Ай, держись! Господи, женщина, не пугай меня так. Не, давай спустимся по-человечески. Я сейчас промажу, и будет обидно и тебе, и мне. Так, давай. Вот, отлично. Боже, мне ее жалко. Не совсем сильно, но все... Ой, блядь, сейчас мы еще что-нибудь сломаем, и мы не сможем потом вернуться. Вон он, вот один, вот он, тайник. Точно лежит, нас поджидает. Так, Лара, давай мы сфокусируемся на нем. Ага, четыре тайника нашли. Во, уже получше, уже получше. Ну все, теперь-то точно можно отсюда сваливать. Уже здесь точно мы нашли все, что нам нужно было. Энни, в смысле темно? Как так? Зачем? Так, 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 стой, Лара, живи, живи, держись. Ну и мы, да, 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 все, мы движемся в правильном направлении. Стоп, стоп, я ж долечу, я ж долечу. Ладно. Хорошо, что она легкая ее ветерком как бы подгоняет. Лара, ты на связи? Лара, ты на связи? Мы закончили, нам нужно с помощью передатчика с лодки подать сигнал с радиовышки. Ну да, это уже похоже на план. Осталось понять, где радиовышка. Да стелс же, ну я же стелсил. Господи, я не хочу войны. Я не хочу крови. Потому что я стреляю криво с геймпадом. Ой, ой, о-о-о, стоп, а где там рукопашный? Вот это? Ну-ка. А, да че? А можно не толкать, а пытаться их как-то убить более эдако. О-о-о, все. Это все же? А где он? А че с ним? А, вон он. Так, Лара, давай. Вон же голова, ну давай, высунься, тварь, ну че? О, идеально. Идеально. Боже, стрелок. С этим геймпадом из меня просто идеальный. Ну все могло быть так хорошо. Ну да, она прилетела просто прямо, прямо, прямо сразу к ним. О, дайте мне лагерь, пожалуйста. У меня 500 этих запчастей. Мне как бы нужно. Мне серьезно нужно. Мне нужен лагерь. Говорят, кстати, в третьей части вот этих перестрелок и прочего их станет гораздо-гораздо меньше. И там уже больше, больше упор делается именно на исследования. А здесь перестрелок, че, да, че, так многовато. Вот, а Лару обвиняют в том, что она плоскодонка. Вот если бы она была не плоскодонкой, вот как бы она вот это вот сделала? Вот, вот как, как? Как бы она смогла это сделать? Во всем есть какой-то тайный умысел. У меня плохое предчувствие. Вон радиовышка. Все, идеально. Дайте мне лагерь теперь. Японские машинки. Так, я вижу патроны. И лагерь, наконец-то. Все, добрались. Ну вот, видишь, что за руки. Как похерили Ларку-то со временем. Увеличили грудь, сволочь. Зачем? Ну здесь-то нормально. Здесь двушечка, наверное. Рэйс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рэйс, а это что за милый лисенок, а? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Глим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и поднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор камря в рот не беру. Увидимся за обедом. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспорывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О, Боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. Вы же всемирный известный археолог, как-то Уитмен. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды. Проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. А, без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли Затерянную Империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспорывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и я мотаю не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было пять лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверь себе, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к Боре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Джим, мразь, ЧСВшная. Соберись. На тебя надеяться. Он, короче, не может даже рыбе брюхо вспороть ради контента. Вон, Red21. Уже что он там? Бычьи яйца ел ради контента. Вот, вот с кого нужно брать пример. А тут он просто рыбе брюхо, мать его, вспороть не может. Не, какой Uncharted? Тут я ж это... Чмо ПКшное. Рано мне еще до консолек доходить. Так, нам бы это... Нам бы навык во что-нибудь вбросить. Желательно в бойца. Во, потому что у нас ничего нету. Допустим... Вы можете пропустить чуть больше ударов, чем раньше, и отомстить обидчику. По-моему, звучит как что-то хорошее. Во, а потом мы будем бросаться в них камнями. Отлично. Эх, мне бы пока на ПК кучу всего интересного пройти. А потом уже можно будет, наверное, добраться когда-нибудь сюда консолек. Так, но пользуемся мы по большей части луком, поэтому луком мы займемся. Усиленные плечи, а ничего... А, увеличивает урон. Но с моей меткостью урон не то, что мне нужно. Можно мне, пожалуйста, увеличенный магазин? Так, повышается точность. Отлично, отлично. Мне точность нужна. Не знаю, правда, насколько это поможет, если прицел находится в другой стороне, и я уже начинаю стрелять. Если это навык, который поможет мне стрелять... Давайте, кстати, глянем. Может быть, там серьезно есть что-то, что поможет нам стрелять получше? А вдруг там будет что-то наподобие автоприцеливания? А вот почему нет? А, плюшки показывает. Ну, так, стоп. Давайте глянем сначала. Удар ледорубом. О, кстати. Вот эта штука уже полезная. Может наносить ужасные увечья. Еще лучше. Удар сбоку. А можно мне стрелять как-нибудь? Более точно, пожалуйста. Больше опыта. Ага, модифицируется перекрестие прицела. Возможно, вот это. Да, 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 да. Так вот же, вот оно то, что мне нужно. Возможно, я буду более метким. Это не точно. И очень-очень вряд ли. Но надежда все же умирает последней. Так, нам нужно найти бункер. Так, а зачем нам бункер? А, бункер, точно. Нам нужно найти бункер для того, чтобы найти там панель со старыми переключателями. Дословная цитата. И надеяться на то, что они как-то запустят радиовышку, что ли. Но это опять же не точно. Так, точно. Сбор плюшек, сбор плюшек. Нужно как-то потом определиться, что прокачивать в первую очередь. Звериное чутье. Ну, такое себе. Больше опыта. Ну, охотник из меня тоже не очень. Анвар, привет. Сбор кости. Во, возврат стрел уже. Штука полезная. Мародерство полезное. А, вот, картография. Угу. Как бы картографию нам получить? Ну, блин, это полностью нужно ветку мастера выживания прокачивать. И ловкость. Довольно странный навык, который уменьшает урон от падения. Я не знаю, я падал уже с такой высоты, и мне абсолютно было по боку. Так что я что-то начинаю сомневаться в полезности этого навыка. И, да, ребят, самое время нам сделать небольшой перерыв буквально на 5 минут, после которого мы продолжим гонять ларку по этому стрёмному острову. Спасибо. 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 Спасибо.